МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто быстрее? Центр избирком начал регистрацию кандидатов на выборы в парламент. Экономия на чиновниках. Почему правительство объявило мораторий на ряд вакансий? Столичные штучки. Каким пришел к Новому году главный город страны? Праздников должно быть много. Какие из них отмечают жители Молдовы? Стихия разбушевалась. В Италии проснулся вулкан, а в Индонезии до сих пор подсчитывают жертв цунами. И снег, и ветер. Какие территории накрыла непогода? А теперь подробно об этих и других значимых событиях уходящей недели и всего 2018 года. Каким его видят жители страны, эксперты из разных областей, представители партии, председатели парламента и глава государства, узнаем на протяжении этой программы. Но сначала о старте зимних праздников. Они стартовали в начале этой недели, 25 декабря, когда часть жителей Молдовы отметила католическое Рождество. Другая часть населения отметит его 7 января. В нашем календаре обе даты выделены красным, а значит, это выходные дни. Как их проводят жители столицы и сколько они готовы потратить на праздничный стол, выясняла наша съемочная группа. Жители столицы к праздникам относятся с уважением. И отмечать Рождество собираются как по старому, так и по новому стилю. И по старому, и по новому, потому что наполовину полик, а наполовину молдаванец. И по старому, и по новому. А почему? Потому что вот так хотят мои дети. Они помоложе, они считают, что надо и так, и так. И стол наши граждане будут накрывать дважды. Что касается меню, предпочтение отдают традиционным молдавским блюдам. Мы едем к родителям, мама готовит, мы ей помогаем. И готовит традиционную еду, как в деревне. Голубцы-холодец. Ничего особенного, все молдавские блюда. Все молдавские плацинды, особенно голубцы, хриптур. Мы едем к бабушке в деревню. Она готовит традиционную для Рождества еду. Столом занимаются в основном женщины, поэтому мне не принципиально. Праздник Рождества Христова отмечается в разные даты из-за различий в юлианском и григорианском календарях. Согласно григорианскому календарю, Рождество выпадает на 25 декабря. В Молдове этот день впервые сделали нерабочим в 2013 году. А согласно юлианскому календарю, Рождество христиане отмечают 7 января. Вообще же в Молдове всегда было принято праздники, особенно рождественские новогодние, отмечать пышно, чтобы столы ломились от явств. Однако сейчас далеко не все могут себе это позволить. По данным соцопроса, представленного в середине декабря Ассоциации социологов и демографов, свыше 27% населения живут за чертой бедности. А подавляющее большинство жителей Молдовы живут крайне бедно, не имея возможности побаловать себя, приобретая лишь строго необходимое. Об этом говорит председатель Ассоциации Виктор Макану. У нас 67% населения или 2 трети опрошенных живут бедно или за чертой бедности. То есть это бедные и очень бедные люди. Четверть населения еле сводит концы с концами, но как-то справляются. Всего 5% населения могут позволить себе более дорогостоящую покупку, но ради нее урезают свои потребности в чем-то другом. В данном случае речь идет о людях, представляющих средний класс. По результатам исследования, лишь 1,5% жителей Молдовы могут позволить себе приобрести дорогостоящие товары и услуги, не беспокоить, что не хватит денег на жизнь. И лишь немногим более 9% населения довольны экономической ситуацией в стране, в то время как большая часть респондентов, почти 55%, уверены, экономическая ситуация в Молдове хуже некуда. Своим мнением о том, как развивалась экономика страны в уходящем году и какие перспективы ждут нас в будущем, делится со зрителями Вестей недели экономический аналитик Виктор Чабану. Вопреки бодрым реляциям нашего правительства о том, что год был замечательный, с хорошими экономическими успехами, на мой взгляд, год очень непростой, я бы даже сказал, плохой с экономической точки зрения. Тот рост, о котором нам говорят, а я думаю, что он будет около 4% по итогам года, никак не достаточен для того, чтобы обеспечить тот аттракцион невиданной щедрости, который нам демонстрирует нынешняя власть в преддверии выборов. И думаю, что в апреле все бюджетные дыры проявятся очень и очень сильно, и 2019 год будет еще сложнее для экономики Республики Молдовы, учитывая и тот факт, что в этом году, и вот это самое знаковое событие, мне кажется, нынешняя власть ухитрилась рассориться практически со всеми внешними донорами, а внешние источники финансирования составляли где-то около 20% из бюджетных средств для нашей страны. Кроме того, я бы отметил очень рискованные и с далеко идущими последствиями законы, которые приняла нынешняя власть вопреки всем советам доноров. Это, я думаю, это пакетные законы. Это гражданство против денег и это амнистия капиталов. Это открытая форточка для отмывания грязных сомнительных денег. Об этом нас неоднократно предупреждали внешние партнеры, но власть к этому абсолютно не прислушивается, поскольку ставка очень высока и она единственная. Это выиграть выборы любой ценой, откуда и вот все вот эти невиданные обещания, которые не имеют, на мой взгляд, бюджетного покрытия. Но это очень длинный разговор на целую передачу, пожалуй. И, как я уже говорил, в апреле все это всплывет и все эти проблемы возникнут очень и очень существенно для экономики нашей страны. Это уже повлияло, поскольку я хотел бы напомнить бодрые заявления нынешнего главы Назбанка, а в прошлом министра экономики о том, что в этом году мы получим два транша от Евросоюза. И вот мы не получили ни одного, и эксперты об этом, в том числе я, говорили. Так оно и случилось. Это уже по этому году мы идем с дефицитом. Я думаю, что рост в 3-3,5% он не только не решает проблемы, а только усугубляет наши проблемы, поскольку никаких серьезных структурных реформ в экономике не произошло для того, чтобы обеспечить устойчивый долгосрочный рост, который мог бы способствовать улучшению качества жизни населения. Поэтому все эти меры не являются долгосрочными. И я думаю, это будет очередной пшик. Вот этот надутый перед выборами мыльный пузырь лопнет в очень скором времени. Между тем, в канун Нового года правительство в целях экономии ввело временный мораторий на трудоустройство персонала в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета. В проекте, утвержденном Кабмином 26 декабря, устанавливается, что число вакантных должностей в бюджетной системе составляет почти 8,5 тысяч. Большинство из них – Министерство внутренних дел. За ним следует Министерство обороны, здравоохранения, юстиции, финансов и сельского хозяйства. Мораторий будет действовать до 31 декабря 2019 года. Он не повлияет на деятельность учреждений и государственных органов, сообщает информационное агентство Молтпресс. Ну а пока правительство вводит новшества, парламент подводит итоги четырех лет своей деятельности. Нынешний созыв законодательного органа за это время 173 раза собирался на пленарные заседания, одобрил 900 законов и свыше 300 постановлений. Об этом сообщил в четверг, 27 декабря, на последнем году пресс-конференции, спикер законодательного органа страны Адриан Канду. Подробности в нашем репортаже. Итоговая пресс-конференция спикера парламента продлилась полтора часа. Андриану Канду хватило времени, чтобы рассказать о самых главных событиях и достижениях в работе законодательного органа. Он отметил, что за четыре года депутаты утвердили 900 законов, провели более сотни слушаний и приняли ряд важных реформ в избирательной системе, системе юстиции и в банковском секторе. По словам Канду, именно голосование в парламенте изменило положение дел во многих отраслях. По словам Канду, все важные проекты, принятые депутатами, способствовали процессу модернизации страны и росту благосостояния граждан. Мы говорим и о росте заработных плат, пенсий. В республике построено 1600 километров новых дорог. Появилась энергетическая и спортивная инфраструктура, в том числе арена Кишинел. Все это и многое другое достигнуто в том числе благодаря усилиям нынешнего правительства. Андриан Канду прошелся по всем ключевым достижениям законодательного органа, но есть и сожаления. В их числе синтагма европейская интеграция, которую не удалось ввести в Конституцию Молдовы. Канду посетовал на то, что на принятии нескольких социальных проектов времени так и не нашлось. Мы должны были уделить больше внимания людям с ограниченными возможностями, детям-сиротам и другим социально уязвимым категориям. Что касается их поддержки, то здесь всегда можно сделать больше, и для этого всегда есть место, но, к сожалению, наше время было занято другим. Завершая выступление, Канду поблагодарил за доверие, понимание и сотрудничество однопартийцев, коллег по парламенту и журналистов. Напомним, законодательный орган Канду возглавил в январе 2015-го, а мандат 20-го созыва парламента истек в ноябре этого года. Затронув на пресс-конференции множество аспектов работы парламента, Канду упомянул и о мерах по информационной безопасности. По мнению Канду, ее укреплению будет способствовать принятой недавно парламентом стратегии информационной безопасности на 2019-2024 годы. Напомню, что особое внимание в этом документе уделено безопасности медиапространства. Однако большинство экспертов замечают, что в этом контексте речь идет в первую очередь о контроле за СМИ. Международные организации отмечают, что ситуация с масс-медиа становится в Молдове все хуже. Так ли это? Мы обратились за комментарием главе представительства в Молдове российского информационного агентства ТАСС Валерию Демидецкому. Мы видим, что на протяжении двух лет это практически трусость наших политиков, которые не в состоянии выставить свою аргументацию. Значит, что там что-то у них нехорошо, раз они боятся, понимаете? Когда человек говорит закрыть, запретить, закрыть всем урод, значит, у него что-то не так с аргументацией, не так с его позицией. Значит, не то он делает. Раз он боится этого, да? Он боится открытого сопоставления позиций, открытого разговора. У нас часто боятся открытого разговора политики, да? Поэтому они раскупали себе каждый по каналу, и каждый поливает друг друга. Вот сейчас начнется избирательная кампания, мы увидим вот эти вот бронспойты с помоями, да, друг друга будут поливать. Ну и что? Можно купить там 20 каналов и 30 каналов, да? Но если крокодил не ловится, не растет кокос, над этими каналами будут просто смеяться. Вот у нас очень многие передачи, когда смотришь, да, вот, становится немножко неловко, да, от низкого уровня журналистов, которые представляют свои позиции, от их уровня знаний, от подготовки. Видно, что это было сделано в ППХ, некачественно, да, и вот хочется, да, вот просто щелкнуть. И тут другого оказывается, что щелкнуть-то некуда. Понимаете? Вот власть нам говорит, а щелкать некуда, будете смотреть это. Но снова вернемся к итогам политического года. Как оценивают их эксперты, что пророчат нам на следующий год? С этими вопросами мы обратились к политическому аналитику Корнелю Чуре. Было несколько событий в этом году, которые были интересны для общественного мнения. Ну, это, конечно, взаимодействие партии, в первую очередь, это отстранение президента, это новая практика политическая, которая применяется у нас, скажем так, молдавское ноу-хау, и оно показывает на серьезные конфликты, которые существуют между демократической партией и партией социалистов. Также, мне кажется, что интересно взаимоотношения демократической партии и правых, и в этом смысле резолюции Европарламента, которые были приняты в этом году под определенным нажимом, скажем так, наших оппозиционных партий, и исходя из инициативы Европейской народной партии, показали, что наши взаимоотношения с Евросоюзом не столь блестяще, как казалось раньше. Вот другие отмеченные мною акции, противодействия, они интересны с точки зрения тактического плана, конечно же, они показывают на уровень конфронтации в нашей стране, и они скорее могут ухудшить ситуацию, нежели улучшить. Очень хорошо, что вот эти конфликты, о которых я говорил, пока что они, скажем так, контролируемы, и они не переходят в какую-то грань. Ну, я боюсь давать прогнозы, все-таки у нас выборы, они довольно непредсказуемые, непредсказуемые, потому что партия, которая находится у власти, она демократическая партия, она все-таки не является главным электоральным игроком, одним из ведущих, но не главным электоральным игроком, и поэтому, я думаю, многое будет зависеть от альянсов. И какой будет альянс, центристко-правый или центристко-левый, от этого мы будем исходить, от этого будем плясать. Итак, самые ожидаемые события 2019 года в политической жизни страны – парламентские выборы. Политические партии и блоки уже готовятся к серьезной борьбе. В минувшую среду Республиканский совет ПСРМ утвердил списки кандидатов и обсудил предстоящие задачи политформирования. ПСРМ единогласно приняло решение участвовать в предвыборной гонке и утвердило основные вопросы, связанные с выборами. На совете объявили кандидатов по одномандатным округам и по партийным спискам. Как сообщила с трибуны председатель партии Зинаида Гречаной, кандидатов отбирали путем голосования внутри партии, соблюдая принцип равновесия полов и этнического происхождения. Критерии отбора по партийным спискам были следующие. 40% кандидатов из списка из 55 человек – это женщины. К этому обязывает законодательство. Согласно решению Исполнительного комитета партии, а также Республиканского совета, 30% кандидатов по спискам партий социалистов будут другой национальности, не молдавской. Во главе партийного списка лидер ПСРМ Зинаида Гречаной. Она также будет баллотироваться и по одномандатным спискам в округе Бречень. Также в партийном списке числятся и нынешние депутаты – Влад Батрынча, Эдуард Смирнов, Богдан Цирдя, мунсоветники Ончебан и Гайк Вартанян, а также ряд представителей партий в районах и эксперты в различных областях. Некоторые из представленных по партийным спискам также будут баллотироваться и по одномандатным округам, включая столичные. За границей ПСРМ будут представлять Георгия Пара в России, Ротарь Вадим в ЕС и Гайк Вартанян в США и Канаде. Руководство партии предложило возглавить список кандидатов бывшему лидеру ПСРМ, президенту Молдовы Игорь Дадону. Глава государства поблагодарил за оказанную честь и уточнил, что решение на этот счет будет принято до 24 января. Избирательная платформа партии социалистов Республики Молдова имеет несколько очень важных приоритетов. Это обеспечение рабочих мест, достойные зарплаты и пенсии, это бесплатное здравоохранение, это бесплатное государственное образование, это все, что касается обеспечения государственности, нейтралитета президентской республики. Также в своей программе ПСРМ предлагают вести добровольную сдачу экзамена на степень бакалавра, увеличить стипендии, запретить формирование выступающей за ликвидацию страны, отменить запрет на ретрансляцию российских передач и вернуть русскому языку статус языка международного общения. Продолжим говорить о предстоящих выборах и партийных планах. На этой неделе стало известно, что Адриан Канду занял третье место в партийном списке демократов для предстоящих в феврале выборов в парламент. Возглавляет его лидер ДПМ Влад Плохотнюк, вторым идет премьер-министр Павел Филипп. Они будут также баллотироваться и по одномандатным округам. Кто еще значится в партийном списке демократов, расскажем в следующем репортаже. Кандидатуры для одномандатных округов предварительно согласовались с территориальными организациями Демпартии. А на заседании Национального политического совета кандидаты были представлены, после чего проведено голосование. Совет выразил доверие избранным кандидатам, учитывая их потенциал для дальнейшего представления интересов граждан. НПС попросил все организации и всех членов ДПМ максимально мобилизоваться в предвыборной кампании. Отметим, что в списке кандидатов первым числится председатель ДПМ Влад Плохотнюк. На второй и третьей позициях Павел Филипп и Андриан Канду соответственно. Сергей Сырбу занимает седьмую строчку, а десятку первых кандидатов замыкает почетный председатель демократов Думит Рудьяков. Министр здравоохранения Сильвия Раду также внесена в список ДПМ. Она занимает двадцатую позицию. Глава партийная принадлежность у Раду не заполнена. Между тем, в минувшую среду Центр избирком уже начал регистрацию кандидатов в электоральной гонке. В первый же день, по информации ЦИК, было подано более ста заявок от кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, в минувшую среду представила партийные списки Демократическая партия, партия социалистов и блок АКУМ, а в четверг подала заявку в Центр избирком партия Илона Шора. Как отмечает пресс-служба политформирования, в списке 51 человек, 41% женщины. Первое место в списке занимает председатель партии мэр Аргеева Илон Шор. Второе – мэр коммун-эжора Демижлак Марина Таубер. А третье – Петру Жордан, директор компании «Авиаинвест», управляющей Кишиневским международным аэропортом. У входа во дворец республики, где проводятся процедуры регистрации, Илона Шора ждали сторонники политформирования. Шор заявил, что вместе со своей командой профессионалов он намерен поднять уровень жизни всех граждан страны по той модели, которую он внедряет в Археи. Лидер партии Шор уточнил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру и по одномандатному округу. А вот партии, выступающие за объединение Молдовы с Румынией, могут баллотироваться в парламент под единым национальным списком унионистов. С таким предложением выступила в четверг, 27 декабря, либеральная партия. В политформировании выразили намерение связаться со всеми унионистскими партиями Молдовы и предложить им принять участие в предвыборной гонке совместно. Так, председатель политформирования Дарин Киртака призвал другие политические силы, выступающие за объединение, а также представителей гражданского общества сплотить силы как для парламентских, так и для местных выборов, чтобы вместе идти к намеченной цели. На призыв либералов ответили уже представители партии Народного единства. Ее лидер Анатол Шалару написал Киртака в соцсетях, что не намерен участвовать в электоральной авантюре, которая может бросить Молдову вновь в руки России. Напомним, ранее либералы выступили с предложением присоединиться к оппозиционному блоку АКУМ, однако в обнародованном списке кандидатов представителей ЛП не оказалось. В ответ Киртака еще раз подверг критике это решение блока, называв его обманом и предательством. Однако в список блока по одномандатным округам блока АКУМ может попасть бывший вице-председатель либеральной партии Валерию Мунтиану. Об этом политик сообщил накануне в соцсетях. Продолжим обзор уже определившихся с участием в электоральной гонке. Подумал, подумал и решил. Рената Усатый все же будет участвовать в парламентских выборах. Он уточнил, что 24 февраля будет баллотироваться в составе избирательного блока, в который войдут политформирование «Наша партия» и «Патрия Родина». Формирование «Наша партия» примет участие в парламентских выборах как по национальному округу, так и по одномандатным округам. В предварительном списке заявлено 17 кандидатур в районах Фелешть, Флорешть, Кахул, Камрад, Кантемир, Белс, Кишинел и других. В северной столице в борьбу вступят Ивана Саяну и Елена Грецко. Кишинел Сергею Рекяну, Илья Анкашу и Дмитрий Чубашенко. Работа над списком продолжается, время есть. Будет отдельное заседание Национального политического совета по этому вопросу. И по списку его лично объявит, скорее всего, сам председатель партии Рената Усатый. И вопрос по референдуму. Потому что мы знаем, что одновременно с выборами 24 февраля назначен референдум по двум вопросам. Наша партия в этом референдуме не участвует. Мы не участвуем в играх партии власти. Как отметил вице-председатель нашей партии Илья Анкашу, в борьбе за место в парламенте у политформирования есть все шансы. Тот факт, что люди интересуются нашим участием в выборах, доказывает, что наша партия, возглавляемая Ренатой Усатым, живая, сильная, с реальной поддержкой в обществе, даже несмотря на манипулятивные и фальшивые опросы. Мы уже однажды доказали 20 мая 2018 года в Белц, что вопреки режиму мы смогли завоевать поддержку граждан. Мы – партия с реальными шансами. Напомним, что в 2014 году наша партия была снята с парламентских выборов. Как отметил Дмитрий Чубашенко, и сейчас в формировании поступают сигналы о возможном снятии всех кандидатов с предвыборной гонки. Однако, несмотря на это, партия верит в успех и будет действовать в рамках электоральной кампании максимально прозрачно, не давая ни единого повода для провокаций. Но пока одни строят планы на предстоящую предвыборную гонку, другие от нее отказываются. На одного электорального конкурента меньше. Народная европейская партия Молдова отказалась от участия в парламентских выборах. Такое решение было принято на заседании Национального совета политформирования. Его представители опасаются, что рост числа сторонников пророссийского вектора может привести к власти антиевропейские силы и заблокировать начатые в стране реформы. В заявлении НЕПМ говорится, что она выступит в поддержку кандидатов по одномандатным округам, которые продвигают европейские ценности. Напомним, один из членов НЕПМ Валерий Гелецкий заявил, что будет участвовать в выборах. Накануне он подал документы в ЦИК в качестве независимого кандидата по округу США и Канады. Обзор политической жизни страны продолжим и во второй части нашего выпуска, в том числе и с гостем студии, который за прошедший год пообщался со всеми основными политиками страны. О молдавской политике он знает практически все и готов поделиться с нами своим мнением. Кто же это, узнаете сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Программа «Вести недели» снова в эфире и мы продолжаем обсуждать политическую жизнь нашей страны. И, как и обещали до ухода на рекламу, у нас в студии гость, который в уходящем году общался и задавал самые острые вопросы основным политикам и экспертам страны. Итак, продолжим подводить итоги уходящего года с человеком, который знает о политике, ну, наверное, все, если не больше. Это глава одного из самых старых информационных агентств Молдовы, бывший пресс-секретарь президента в конце 90-х, начало нулевых. Мой коллега Анатолий Голя. Здравствуйте. Добрый вечер. Только про «Пятницу» с Анатолием Голя забыли сказать на РТР Молдову. Ну, так я же говорю, мой коллега. Ну, да. Автор и ведущий одноименной передачи «Пятница» с Анатолием Голя. Как вам, кстати, на кресле ваших гостей? Вы сейчас по другую сторону баррикад, можно сказать. Вы обычно привыкли сидеть здесь. Довольно комфортно. Я так думаю, что мои гости и ваши гости чувствуют себя комфортно. Это прекрасно. Итак, давайте поговорим о том, как же вы оцениваете уходящий год. Ну, уходящий год, я так понимаю, с политической точки зрения, да. Если в целом, то можно рассказывать довольно долго. Что касается с политической точки зрения, я расцениваю, как год разочарований. Год больших вопросов, на которые мы не получили ответы. Год, в котором власти пытались решить определенные проблемы, но скорее выдавали, что они решены. На самом деле это не совсем так. Год, в котором, к сожалению, граждане по-прежнему остаются достаточно разочарованными в политиках, во власти, в оппозиции. Поэтому вот на этом перекрестке лет мы думаем, что у нас, у общества в целом, я имею в виду, недостаточно оптимизма. И нет основы для того, чтобы оптимизм был. И когда я говорю о пессимизме, о минусах уходящего года, ну, прежде всего, мне приходят на ум местные выборы в Кишиневе. Это было беспрецедентное решение властей. Не судов, а властей. Никому в голову не приходит подумать, что суд принял решение по своей воле. И это еще одна большая проблема, что люди не верят юстиции. И это очень плохо для экономики, для общества, для соблюдения прав человека и так далее. Как бы ни относились к выборам в Кишиневе, я говорил, что я не голосовал. И теперь уже и не жалею, потому что голоса граждан просто растоптали ногами. Как бы ни относились к кандидату Андрея Анастасии, Иону Чабану или любому другому, выборы в Кишиневе, я смею утверждать, что были практически одними из самых корректных на моей памяти. Я не скажу, что хорошо помню выборы 89-го года, первые выборы молдавского парламента, потому что я в том году закончил университет. А вот с 94-го года я могу рассказать все про все выборы. 94-й, 96-й президентский, 98-й парламентский и так далее. Абсолютно все. В нюансах, в деталях, в датах. Я скажу, что наиболее корректных, прозрачных, транспарентных, хорошо организованных выборов, как выборы мэра Кишинева в 2018 году у нас практически не было. И что мне очень понравилось, два основных кандидата практически не зациклились на геополитике, как у нас обычно бывает. Обсуждались проблемы города. Появилась надежда, что вот эти люди что-то хотят сделать. Неважно, каких там они принципов придерживаются. И то, что пренебрегли голосованием людей, это, считаю, главным политическим минусом года, который создает прецедент. Я вчера, передача была с президентом Дадоном, и он тоже выразил опасения, что действительно создан прецедент. Когда у нас нет никакой уверенности в том, что наши голосования, наш выбор будут уважать. Это очень плохо. Снова демократия, она как бы попрана, можно сказать. А что вы скажете о уже пятикратном отстранении главы государства самого, о котором мы сейчас упомянули? Этот вопрос мы тоже обсуждали с Игорем Николаевичем, кто смотрел передачу. Я считаю, это вопиющее решение Конституционного суда, пренебрежение основами демократии, но я считаю, что частично в этом виноват президент. Объясню, почему. Президент по Конституции обязан промульгировать законы, если они повторно приняты парламентом, и обязан назначить кандидатов на пост президента, на посты министров, если они повторно назначены премьер-министром. Первое, что касается законов, это прописано в Конституции. Второе, в решениях Конституционного суда. Хорошо, мы можем не соглашаться теоретически с решением Конституционного суда. Что же касается промульгации законов, в Конституции написано четко. Президент обязан промульгировать. Он не согласен. Что он делает в этом случае? У нас есть в 2018 году, несколько месяцев назад, хороший пример в Румынии. Президент Клаус Йоханнес был категорически не согласен с тем, что власти социал-демократическая партия, родственники демократической партии Молдовы, отстранили от должности Котруцуковиси, главного прокурора по борьбе с коррупцией. И он был обязан подписать этот указ. Он был категорически не согласен. Он тянул до последнего. В последний момент он вышел, обратился к нации, сказал, что это плохо, я не согласен, закон меня обязывает подписывать этот указ. И он подписал. Поэтому из всех ситуаций есть выходы, когда не нужно выходить за рамки закона. Я считаю, что в данном случае с одной стороны вышли за рамки закона, с другой стороны вышли за рамки закона. Конституционный суд, всегда готовый прислуживать, принял такое очень спорное и сомнительное решение. И когда они принимали это решение первый раз, сказали, что этим не надо злоупотреблять. Мы видим, что уже пять раз принимали такие решения. Это еще не предел. Вы за прошедший год пообщались с большинством политиков, экспертов, политологов. Вот кого и почему вы могли бы назвать политиком года? Может быть, даже нескольких человек. Я пообщался практически со всеми, за исключением политика года главного. Влада Плохотнюка. Мы с ним... Я долго не был знаком с этим политиком. Мы с ним познакомились в конце 2017 года. Он обещал прийти на передачу. Но пока обещание... Обещанного три года ждут. Да, я тоже это хотел сказать. Только год прошел с тех пор. Поэтому можем еще два года подождать. Во всяком случае, он уже пообщался с журналистами. Когда подавал документы на регистрацию в качестве кандидата, это уже прогресс какой-то. Потому что он абсолютно не публичный человек и политик. Когда я говорю, что он политик года, это с большой долей условности, если хотите, в кавычках. Ну, потому что это человек, который все решает. Хорошо это или плохо. Мне не нравится. Мне не нравится, что решение правительства и парламента, будущие решения, предваряется объявлением в офисе демократической партии. Я считаю, что это ненормально. Мне не нравится, что в рабочее время проводятся партийные заседания всех партий, к сожалению, в последнее время. Так мы уже скатываемся до ЦК КПСС. Скоро будем при министерствах создавать партийные организации. Что, я считаю, ненормально в демократическом обществе. Это такое лирическое отклонение от политика года. У нас, к сожалению, решает не парламент, не президент, избранный путем всенародного голосования, а решает человек, который является председателем партии. Поэтому, кого назвать в настоящем, в полном смысле слова, человеком года, я не знаю. Неплохой премьер-министр, но он политически не независимый, не самостоятельный. Мне затруднительно назвать одного человека, который был. Ну, президент, да, избранный, да, с ограниченными полномочиями. Но я считаю, что президент не использовал те полномочия, которые у него есть. Я говорил в передаче Игорю Николаевичу, он не совсем согласился, но статья 84 Конституции предусматривает, что президент имеет право обращаться с трибуны парламента по вопросам, по наиболее важным для нации вопросам. Я не понимаю, почему президент не может прийти в этот парламент, такой, какой он есть, которого не любит большая часть избирателей, и выступить, сказать. Потому что одно дело, когда там встречи с избирательными пресс-конференции для журналистов, и другое дело обращение к нации с трибуны парламента. Правильно? Мы видим там в федеральном собрании, мы видим в других парламентах, когда главы государств раз в год обращаются с обращением к нации. Я уже не говорю, что в нынешнем парламенте нарушены все принципы парламентаризма и демократии. В нынешнем парламенте не было обращений в начале сессии обращения лидеров фракции. В нынешнем парламенте не было в конце года выступлений лидеров фракции. Пренебрегаются правами оппозиции. Ну, много чего делается не по правилам демократии. Можете ли назвать какой-то самый серьезный политический прокол года? Политический прокол года? Ну, я его уже назвал. Это непризнание результатов выборов. Это привело к очень печальным последствиям и в отношениях с Европейским Союзом, и в отношениях с другими странами вообще. Потому что Молдова всегда была образцом в том, что касается внедрения демократических стандартов в ходе выборов. Вот тем, что произошло, Молдова отброшена, я не знаю насколько, боюсь, что даже не на 10 лет назад, а на больше. И мы вступили, страна вступила в Совет Европы в 1995 году на протяжении длительного времени после 2000 года, ставили вопрос об отмене мониторинга со стороны Совета Европы, потому что мы действительно достигли каких-то стандартов демократии. Сейчас этот вопрос никто и не ставит, потому что никому в голову не приходит мысль, что в Молдове соблюдаются демократические стандарты. Вот это печально, вот это прокол. Ну и каким, на ваш взгляд, будет следующий политический год? Следующий политический год будет еще хуже. Должен я внести оптимизм, обрадовать телезрителей, он будет сложнее. Ну, в силу событий, которые намечены 24 февраля, выборы и референдум, то ли один, то ли два, никто не знает, потому что референдум вроде бы один, но избирательных бюллетеней вопроса два, избирательных бюллетеней два, следовательно, референдума два, хотя два референдума в один день нельзя проводить, но это уже детали. Выборы и референдум, формирование правительства, коалиции, переговоры, это даже сложно себе представить, что будет. Я с ужасом думаю о самой избирательной кампании, когда на людей выльют столько информации, в том числе грязи и так далее, что люди просто не рады будут от этих выборов. Кроме того, отмена дня тишины и разрешение проводить агитацию в день выборов, это вообще не наша тема, это не тема Республики Молдова, этого решения не надо было принимать, ссылаясь на какие-то там стандарты. Кстати, ссылались на опыт Швеции, вот я недавно читал, в Швеции в октябре, кажется, были парламентские выборы, у них разрешена агитация в день голосования. Так, они хотят отменить агитацию в день выборов, потому что до сих пор все партии соблюдали какие-то джентльменские соглашения, правила хорошего тона. Сейчас перестают соблюдать эти правила хорошего тона, поэтому они хотят отменить. А в Молдове с нашей демократией разрешить, чтобы в день тишины и в день выборов, с каждого утюга и чайника говорили вам, голосуйте за нас, мы самые лучшие, я считаю, это неправильно. Далее будут переговоры по коалиции, правительство будет власть или нет, или будут досрочные выборы, это бабка на двое сказала, надо еще дожить, посмотреть, поэтому не исключены выборы там летом-осенью, новые парламентские выборы, плюс к этому местные выборы должны быть в июне, плюс к этому 19 мая выборы Башкана-Гагаузии, которые тоже отражаются на стабильность в стране в целом. Поэтому год будет тяжелый, сложный, денег в бюджете нет, обещания розданы большие, повышение зарплаты, пенсии перед выборами решения приняли, за счет чего будут платить, еще надо посмотреть. Поэтому, уважаемые сограждане, надейтесь на лучшее, ничего не остается, мы все надеждами живем, действительно будем надеяться, что все будет хорошо, хотя будет непросто. Ну, как говорится, еще надеясь на лучшее, готовьтесь к худшему, да? Да, тоже верно. То есть, остается только пожелать нашим телезрителям быть стойкими и готовиться к предстоящему предвыборному году, действительно, он практически весь у нас будет таким. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию, посидели с другой стороны, непривычный для вас. Я напоминаю, что у нас в гостях был автор и ведущий программы «Пятница» с Анатолием Голя, глава информагентства и политический эксперт Анатолий Голя. Спасибо вам еще раз и с наступающим. Спасибо. С наступающим вас. Будьте оптимистами. Что же, а мы пока ставим здесь многоточие и переходим к следующей теме, а именно жизни столицы в уходящем году. Главный город страны встречает Новый год со старыми проблемами. Одной из них остается работа общественного транспорта, хотя комплексные шаги по улучшению ситуации предпринимались. Такое заявление сделал на этой неделе муниципальный советник от социалистов Динарий Кожакару. За последнее время было запущено несколько новых троллейбусных маршрутов в ряде пригородов столицы. Идея хорошая, но в Кишинел есть такие улицы, как Гренобля, где существуют проблемы с общественным транспортом. Троллейбусы должны ехать до зоопарка, до ботанического сада. У всех граждан должен быть доступ к общественному транспорту. По Гренобле троллейбусы не ездят, только автобусы. А это проблема. Также советник отметил, что автобусы в столице принадлежат частным компаниям, а когда-то были муниципальными. Поэтому раньше все водители перед работой проходили медосмотр. И если врачи обнаруживали какие-либо проблемы, на маршрут шоферов не пускали. Так и пассажиры, и водители могли себя обезопасить. Сейчас такого нет. Поэтому происходит ДТП. Водители выходят на работу пьяными или в плохом самочувствии, что ставит под угрозу безопасность и пассажиров, и пешеходов. Также, если провести проверку, мы увидим, что многие водители нетрудоустроены официально, а транспорт чаще всего переоборудован из грузового в пассажирские. Это еще одна проблема. Ситуацию, по мнению социалиста, не облегчают и маршрутки. График работы у них короткий. И этот вид транспорта не помогает гражданам добраться с работы домой. В столице необходимо менять менеджмент в области общественного транспорта. Только таким образом можно будет решить проблемы в этой области, подытожил муниципальный советник. Напомним, что в 2018-м на закупку автобусов было выделено 52 миллиона леев. Позже эти деньги перенаправили на закупку троллейбусов. Накануне генеральная мэрия объявила о предстоящем запуске троллейбусов на автономном ходу в город Дурлешт. Увы, транспорт далеко не единственное, нерешенное в этом году. Проблемы столицы есть и другие. О том, с чем встречает Новый год и с какими проблемами сталкивался в уходящем году Кишнеу, рассказывает в интервью «Вестям недели» независимый муниципальный советник Василий Киртока. Мы до сих пор не включили в бюджет, хотя мы несколько лет это предлагаем, созданием экспериментального предприятия, которое бы занималось специально благоустройством дворов. Немножко грустно видеть разбитый асфальт. Если улицы еще как-то благоустраиваются, то внутри кварталов это место, где мы живем, это место, где проводят большую часть времени своего дети, пожилые люди. Это совершенно неблагоустроено. А у нас есть и возможности для этого. Не так много надо денег. И вторая часть нашей работы – это формировать источники бюджета, расширять налоговую базу. Для этого нужно создавать бизнес города. Это парковки и это туризм. Это два важнейших момента, которые надо развивать. Опять же, жаль, но нам не удалось пока убедить коллег в том, что нужно включить в состав премарии департамент по развитию туризма. Потенциал у Кишинева есть. А что такое турист? Турист – это тот, который приехал и все деньги оставил городу. Он оставил отель, он оставил ресторан, он оставил экскурсионным объектом, куда он ходит на экскурсии. И это, естественно, расширяет, очень существенно расширяет бизнес города и поступление в бюджет. Потому что, вы знаете, важная часть поступления в бюджет – это отчисление от тех налогов, которые платят предприятия, физические лица, горожане. Можно с уверенностью сказать, что наверняка в городе меньше будет скандалов, связанных с незаконным, по мнению, горожан строительством. Потому что мы этим очень плотно занимаемся вместе с нашими коллегами-социалистами. Мы думаем, что в городе появится больше современного транспорта. Вы знаете о том, что проведен тендер и будут поставлены 50 новых автобусов, по-прежнему будут закупаться троллейбусы. Мы вообще считаем, что это должна быть последняя закупка автобусов. Дальше город должен переходить на лидерический транспорт. Потому что троллейбус с запасом хода без внешнего источника питания – 60 километров – это реальность. Этого достаточно для того, чтобы обслужить и город, и пригороды, и самые отдаленные места. В городе сейчас производятся работы по завершению проектирования транспортной схемы. К этому привлечены специалисты из России. Правда, корни этой компании немецкие. Это специалисты из немецкой компании, которая в свое время занималась транспортной схемой Москвы. Достаточно удачно в последнее время решаются эти проблемы в этом городе. Сегодня они разрабатывают транспортную схему, в которой в комплексе будут решены вопросы и строительства новых развязок, мостов. И будут решены, наконец, вопросы с парковками. Вы знаете, это скандальное дело, в котором также было обратно внимание на него новым составом совета. И очень хорошо, что этот проект не состоялся, потому что во всем мире парковки – это бизнес городов. Там же городу предлагалось только 10%, при том, что все инвестиции в парковочное пространство делал город. Много средств предусмотрено на ремонт школ. Вот это тоже хорошо. Много средств предусмотрено вложить в содержание дорог, в ремонт дорог. Но вы видите, что в последнее время улучшается качество этих дорог, потому что так, как было раньше, к примеру, на улице, по-моему, Крянга, был уложен асфальт в декабре месяце. А в апреле уже следующего года мы видели, что от этого асфальта ничего не осталось. И сегодня к этому подход идет более правильный и продуманный. Но главное, я думаю, в следующем году, чего мы ожидаем, это выбрать, наконец, примара, человека, который действительно любит по-настоящему этот город, знает его, понимает и приложит все усилия для того, чтобы он очень быстро менялся. Несмотря на сложности столичной жизни, горожане и гости Кишинел продолжают ходить в театры и кино, посещать библиотеки, участвовать в деятельности неформальных объединений по интересам. Культура в стране продолжает развиваться. А в четверг Молдова отмечала Национальный день актера. Этот праздник отмечается в Молдове с 2001 года. Дата от 27 декабря была выбрана не случайно. 200 лет назад в Яссах состоялась премьера спектакля по пьесе Георгия Асаки «Митрилы Хлоя». Это первый спектакль на румынском языке. И до этого актеры-любители декламировали роли только по-французски. Сегодня же в театрах Молдовы ставятся спектакли на молдавском, русском, гагаузском языках. Актеры и режиссеры нашей страны известны и за рубежом. Они непременно участники международных театральных фестивалей и конкурсов в странах СНГ и Евросоюза. В Национальный день актера президент Игорь Дадон поздравил всех служителей Мельпомены. Его обращение к ним было опубликовано и на странице в фейсбуке советника главы государства по культуре Корнелио Поповича. В искрящейся атмосфере зимних праздников, которая охватила всю страну, мы отмечаем Национальный день актера. Это прекрасный повод, чтобы передать слова благодарности и теплые поздравления всем тем, кто посвятил себя этой профессии и благословлен этим даром. Отдавая дань актеру, мы отдаем дань таланта, усилиям и самоотверженности, которые он проявляет, чтобы зрители в зале и те, кто сидит перед экраном, испытали самые разные чувства. Восхищались красотой, презирали ненависть и насилие, плакали от радости или горя, смеялись от счастья и, конечно же, учились быть лучшим. Давайте будем ходить в театры и кинотеатры, чтобы питать свои души, очищать свои мысли и любоваться работой актеров. О самых знаковых культурных событиях уходящего года, а также о его личных достижениях на театральном поприще, мы решили расспросить народного артиста Республики, актера театра с улицы Рос, а также шоумена, режиссера и продюсера Александра Шишкина. В первую очередь это премьеру, которую я выпустил вместе со своим режиссером, с Юрием Аркадьевичем Харвелием. Она вышла 8 декабря, моноспектакль, цирюльник из провинции. Это было удивительное событие. Мало того, что это премьера, первый выход на зрителя, так еще и очень сложный выход, потому что в зале из 110 человек сидели все одни из ведущих критиков театральных, не только Молдавии, но и мира сидели. Из Канады, из Москвы, из Германии, из Сеула, скорее. И актеры. Это было очень волнительно, очень фантастично просто. Ну, конечно, выход фильма «Штефан Чалмари», третья часть, это потрясающий фильм. И снят замечательно в тех условиях, в каких он снимался. Я бы сказал, что это героический поступок. И режиссера, и всей съемочной группы, и администрации. Молодцы, просто молодцы. Я непосредственно смотрел, как создавался фильм, потому что он создавался в соседней комнате. И это удивительно. Молодцы просто. Я могу поаплодировать вот так вот. Браво. Дело в том, что именно творческие проекты, творческие события, они подпитывают духовную часть каждого из нас, каждого человека. Человек без духовности, он страдает. Да, может быть, у него будет много денег, много домов, никаких проблем бытового уровня, а душа пустая. И тогда уже ничего не радует. И такие вещи, они необходимы, просто-напросто необходимы, чтобы наполнять светом душу. К итогам года в Молдове мы еще вернемся. А пока напомним о самых громких событиях последней недели года за рубежом. Но только после короткой рекламы. Долго она не будет, не переключайтесь. Продолжаем обзор основных новостей последней недели года. И, как обещали до ухода на рекламу, перейдем к важнейшим международным событиям. Начнем с соседней Украины. 26 декабря истек срок военного положения там. Президент страны Петр Порошенко, выступая накануне на заседании Совета национальной безопасности и обороны, объявил, что продлевать его не намерен. Напомним, военное положение было введено в 10 областях Украины в конце ноября после инцидента в Керченском проливе. Как заявил Порошенко, благодаря этой мере произошло значительное повышение оборонных способностей страны. В частности, была проведена работа по передислокации войск, осуществлены поставки новой и модернизированной техники. По мнению президента Украины, российская угроза никуда не делась. Но в связи с предстоящими в марте 2019 года президентскими выборами, он не хотел бы ограничивать право граждан избирать и быть избранными. Избирательная кампания на Украине стартует 31 декабря. О происходящем в Азии. Новый шаг к сближению между Пхеньяном и Сеулом. В КНДР прошла символическая церемония соединения автомобильных и железных дорог двух Корей. Правда, когда начнется движение транспорта, пока неизвестно. Северокорейские дороги нуждаются в ремонте, но в условиях действующих санкций проводить масштабные работы невозможно. А это значит, что зеленый свет на объединенных корейских магистралях может дать только Вашингтон. Обе стороны 38-й параллели это называют историческим событием. Торжественная церемония на станции Панмун в районе города Кисон в северокорейской части контроля состоялась вскоре после того, как из Сеула в сторону демилитаризованной зоны отправился спецсостав из девяти вагонов. Церемония знаменует начало реализации проекта по воссоединению автомобильных и железных дорог с севера и юга. Среди участников, наряду с официальными лицами, члены семей, разделенных Корейской войной в середине прошлого столетия. Накануне специальная комиссия юга вернулась после 10-дневной поездки. Она осмотрела 800 километров пути вдоль восточного и западного берега Северной Кореи. Когда начнутся сами строительные работы, еще не определено. Сделать предстоит много. Северокорейские железные дороги нуждаются в ремонте и модернизации. Некоторые участки изношены настолько, что члены комиссии были вынуждены пересаживаться с поезда на автобус. Объединение железных дорог станет шагом к объединению народов Корейского полуострова. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Джи Ин договорились об этом на саммите в Пхеньяне в сентябре этого года. Для реализации этого замысла Сеул уговорил Вашингтон не препятствовать частичному снятию санкций Совбез ООН с Северной Кореи, против которой введены жесткие экономические ограничения в связи с ее ракетно-ядерной программой. Далее перейдем к теме непогоды и разбушевавшейся стихии. Самолеты не летают, автобусы не ходят, машины не заводятся. Все это последствия разгулы стихии в российских регионах. Так, из-за мороза на Камчатке закрыт аэропорт, обледенела взлетно-посадочная полоса. На Урале и в Сибири отменяют занятия в школах. Самарскую область завалила снегом и перекрыты федеральные трассы. А на Кубани – ураган. Такого снегопада не помнят многие жители Саратова. Всего за несколько часов в городе появились внушительные сугробы. Коммунальщики не успевают расчищать улицы и как результат – километровые десятибальные пробки. Вот так наша жизнь проходит. Вся в пробке, в снегопаде. Впрочем, автомобилисты приходят друг другу на помощь. На этих кадрах, например, многотонную фуру буксирует джип и вполне успешно. Но из-за сложных погодных условий серьезные аварии во многих регионах. Чуть выше его надо. Чуть выше за плечи. В Магаданской области грузовик съехал в Кювет. Двое мужчин оказались зажаты в кабине и в таком плену почти сутки на морозе под минус 50. Спасатели смогли добраться до них на вертолете и при помощи специального гидравлического оборудования извлекли пострадавших. Мощный циклон накрыл и Камчатский полуостров. Из-за плохой погоды закрыто авиасообщение. Второй день – сильный ветер, снег и временами дождь. В горных районах высокая опасность схода лавин. Причем синоптики пока не дают оптимистических прогнозов. Настоящую спасательную операцию провели в Тюмени. Больший груз, которым перевозили 8 десятков поросят, заглох на трассе на морозе минус 38. Символов наступающего нового года пожарные отогревали при помощи тепловых пушек. Не лучше, однако, и там, где тепло. Новое, мощное землетрясение в Индонезии силой почти в 6 баллов. А число жертв цунами на индонезийских островах Ява и Суматра давно превысило 400 человек. Вулкан Хракатау, отколовшийся кусок которого и спровоцировал катаклизм, продолжает извергаться. В результате цунами частично или полностью разрушены свыше 500 жилых домов, десяток отелей, почти все прибрежные кафе и рестораны. Вопрос, которым задавались многие, почему не сработала система оповещения о цунами. Оказалось, что старая система и сети боев не действуют с 2012 года, потому все актуальнее вопрос о разработке новой. Клубы дыма над вулканом Хракатау, посреди Зонского пролива и кипящее море вокруг. Кадры сняты как раз незадолго до трагедии. Специалисты считают, что причиной этого цунами стал мощный подводный оползень с провоцированной извержением. Число погибших и пропавших без вести постоянно растет. Раненых, которые уже более полутора тысяч, принимают в больницах по обе стороны Зонского пролива. Между тем, дал о себе знать и еще один вулкан. В начале уходящей недели на Сицилии началось извержение самого высокого и активного вулкана в Европе – Этны. На склоне горы возникла трещина, из которой поднялся огромный столб пепла. Из жерла вулкана начал вытекать мощный поток лавы. В районах, которые находятся в опасной близости от огнедышащей горы, провели экстренную эвакуацию. Власти также приняли решение закрыть ближайший к вулкану аэропорт. К слову об аэропортах. Рождественский коллапс произошел в воздушной гавани немецкого Франкфурта. В канун новогодних праздников там застряли более трех тысяч человек. Один из крупнейших аэропортов Германии в эти дни просто не смог справиться с наплывом пассажиров. Персонал не успевал обслуживать людей. В результате пассажиры опаздывали к выходу на посадку, а их багаж снимали прямо с самолетов. Более 80 рейсов пришлось задержать, и многие так и не успели к рождественскому столу. К теме Рождества вернемся совсем скоро, а пока немного позитивных новостей об аэропортах. В канун Нового года жители России определились с именами еще пяти воздушных гаваней в рамках второго тура проекта «Великий именно России». Так, например, московский аэропорт Внуково будет носить имя известного ученого и авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. А петербургский аэропорт Пулково назовут именем знаменитого писателя Федора Михайловича Достоевского. Гордость советского неба – самый массовый реактивный самолет «Туполев» – символ гражданской авиации. Это звонкое имя теперь будет встречать и провожать пассажиров московского аэропорта Внуково. В культурной столице России все по законам жанра. Даже аэропорт теперь литературный. Достоевский Федор Михайлович – лидер народного голосования. Пролетая в Санкт-Петербург, нельзя не познакомиться и с произведениями Достоевского, конечно, есть музей Достоевского. Но вообще очень много уголков Петербурга связаны с его произведениями. Новые имена старые не заменят, лишь дополнят привычные всем названия. Неизменным останется и международный код аэропорта. А вот в терминалах появится яркое оформление в деталях, чтобы великие имена помнили и знали. А далее, как и обещали, конечно, перейдем к теме новогодних праздников. В Китае в эти дни идут яркие рождественские гуляния. Отмечают главный европейский праздник в Поднебесной с не меньшим размахом, чем в странах Старого Света. Как в Пекине зовут Деда Мороза и чем он отличается от Санта-Клауса, узнаете в следующем репортаже. Новогоднего волшебника в Китае называют Шань Лао Жень. Это можно перевести как «рождественский дедушка». Своим поведением и внешним видом он практически не отличается от европейского Санта-Клауса или привычного нам Деда Мороза. У китайского дедушки не шуба, а красный шелковый халат и придет он только через полтора месяца. А пока обязанности по раздаче конфет выполняет Санта, который, конечно, не обходит Китай стороной. Дарим подарки всем обязательно, всегда есть время для волшебства. По опросам две трети отмечающих Рождество молодежь. Юные китайцы более восприимчивы ко всему новому. И это лишь начало праздничного марафона. На Европейский Новый год у китайцев тоже выходные, а январь – финишная прямая к Восточному Новому году, который из Китая гремит на весь мир. Тысячи гирлянд и фонарей, световые фонтаны и огненные арки. Санкт-Петербург готов к празднованию Нового года. В этом году в северной столице России установили рекордное число новогодних елок. Посмотреть на сказочное убранство города приезжает со всей страны и из-за рубежа. Четыре часа дня – самый волшебный час в Петербурге. Световой день в городе на Неве всего несколько часов, но перед Новым годом это прекрасно. Огни делают Петербург по-настоящему сказочным. Город вообще просто сказочный, чудесные впечатления, очень здорово, прям сказка. Фонтаны зимой продолжают работать, плещут лучами света, а огненные арки, которые ведут к набережной, как будто приглашают загадывать желания. Всем добра, главное – любви, семью, всякое такое спокойствие. Чтобы все было хорошо у всех. На Дворцовой площади под 25-метровой елкой развернулись предновогодние гуляния. А еще пение и скакание. У Казанского собора уже установлен вертеп. Волхвы принесли свои дары младенцу Иисусу. Город готовится и к Рождеству. Смотря на это, мы ждем, конечно, не Новый год, а ждем Рождества Христова и Спасения. Но вернемся в Молдову, где также во все отмечают зимние праздники. Необычный рождественский караван проехал в понедельник по столице. Он состоял из двух десятков спецмашин, службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Караван тронулся в путь из сектора Буйкань и остановился на площади Великого национального собрания, где щедро одарил прохожих хорошим настроением, а для детей организовал конкурсы и сюрпризы. Неординарно подошли к поздравлениям с Рождеством и сотрудники Генерального инспектората полиции. Из полицейских машин они собрали новогоднюю елку. Рождественский караван спасателей отправился в столичный институт онкологии. Где свою долю праздничных поздравлений получили маленькие пациенты. Сюрприз подготовили и сотрудники Генерального инспектората полиции. На территории ведомства они создали из полицейских машин новогоднюю елку. А чтобы она светилась как настоящая, зажгли проблесковые маячки. Видео с поздравлением опубликовали в соцсетях. Еще одну необычную акцию провели молдавские байкеры. В костюмах Дедов Морозов они проехали около 60 километров по всей столице. После чего отправились в один из детских домов, воспитанникам которого подарили телевизоры и ноутбуки. И еще немного о необычных сюрпризах от представителей силовых структур. У полицейских погранслужбы на КПП Джуджулеш-Тегалас на время праздников появился необычный четвероногий помощник, который помогает раздавать подарки всем, кто приезжает в нашу страну. Служебная овчарка по кличке Лаки обычно трудится в подразделении по оптимизации потока трансграничных перевозок. Но сейчас свободное от работы время помогает пограничникам радовать въезжающих в страну. Более того, Лаки не только участвует в раздаче подарков, а еще и демонстрирует путешественникам свои умения и навыки, чем вызывает восторг пассажиров и дарит им хорошее праздничное настроение. А еще одна красивая и необычная новогодняя акция была организована в интернете участниками группы «Город без маршрута» к Фейсбуке. Акция «Дарю» стала самой массовой за всю историю страны, порадовав тысячи жителей Молдовы. Всем желающим было предложено сделать любой подарок незнакомому человеку. Желающих выступить в роли Деда Мороза оказалось предостаточно. Люди дарили друг другу сувениры, сладости, книги, предлагали бесплатный сеанс лечебного массажа, маникюр, педикюр и так далее. Уборка квартиры, килограмм блинов, прививки для домашних питомцев, борщ и ценные вещи. Список презентов действительно впечатляет. Приятно осознавать, что в нашем обществе так много хороших, отзывчивых людей, способных делать чудеса. Ну а в завершении праздничной темы об официальных поздравлениях. Посол Российской Федерации в Молдове поздравил граждан нашей страны с наступающими праздниками. В своем поздравлении Олег Васнецов отметил совместные достижения, которых удалось добиться России и Молдове в этом году. А также выразил надежду на то, что в будущем наши страны станут еще больше консолидированными в работе, направленной на улучшение жизни народов обоих государств. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, примите мои искренние и сердечные поздравления с наступающим 2019 годом и светлым праздником Рождества Христова. Уходящий год для каждого из нас был по-своему знаменателен. Он принес свои радости и победы, успехи и достижения. Но всем он, несомненно, запомнится общим стремлением вперед к дальнейшему развитию и процветанию. Ну а прежде чем закончить последнюю в этом году программу «Вести недели», и хотим вас познакомить с тем, как оценивать уходящий год и чего ждет от следующего президент Молдовы. Мы рады, что уже становится доброй традицией подводить итоги года с главой государства. И мы приветствуем сегодня у нас в студии президента страны Игоря Дадона. Здравствуйте. Добрый день. С наступающими праздниками вас. И хотелось бы сразу вас спросить, вот год уже почти-почти завершен, вот как вы оцениваете этот уходящий год в политическом, экономическом и социальном планах? Очень непростой год, но я думаю, что с хорошими результатами, несмотря на все вызовы, которые были в течение этого года, мы добились неплохих результатов и во внешней политике, имея в виду Институт Президентства, это и получили статус наблюдателя Евразес, первая страна в мире, которая получила этот статус, и мы уже участвуем в качестве наблюдателей во всех заседаниях Евразийского экономического союза. Мы провели очень активную внешнеполитическую деятельность встречи на Западе и на Востоке, и проводили взвешенную внешнюю политику, это второй очень важный момент. Третье, было очень много визитов в Республику Молдова, это официальный визит президента Турции, наши несколько официальных визитов за рубежом. Я думаю, что по внешнеполитической деятельности в целом он был очень удачный. Внутри страны он был очень непростым. Я думаю, что все граждане заметили борьба и институциональные конфликты между президентом, правительством и парламентом, это плохо, потому что когда институты власти между собой не сотрудничают, мы имеем ту ситуацию, которую имели в течение этого года и прошлого года, к сожалению. Но, несмотря на это, нам удалось провести очень активную повестку по благотворительности. Мы помогали очень многим людям, уже более 170 тысяч человек получили помощь от президента. Я лично встречался с людьми в более 300 населенных пунктах. Нам удалось в этом году отремонтировать президентуру, которая 10 лет назад, ну почти 10 лет, в начале следующего года будет 10 лет, 7 апреля 2009 года пострадала в результатах попытки государственного переворота, все это помнят. Рад, что нам удалось это сделать без денег из бюджета. Мы сэкономили несколько сот миллионов лей, которые нужно было потратить из бюджета. Мы нашли другие источники, договорились с нашими внешними партнерами. И символ государственности открыт. И вот в конце этого года более 500 детей уже навестили это здание. В следующем году, каждую неделю, мы будем делать день открытых дверей. Ну, в личном плане, очень рад, что семья рядом, все здоровы. Были вызовы и в этом направлении, вы знаете, аварию, через которую я прошел. Осенью этого года, впервые, кстати, в истории Молдовы, была такая авария с главой государства. Ну, у Бога на наш счет другие планы, как мне сказали. Потому что обычно при таких авариях последствия намного тяжелее. Ну, мы здоровы все вместе, поэтому год был хороший. Ну, вот следующий год многие эксперты предрекают, как еще более тяжелый, чем нынешний. А вот что вы ждете от Нового года, как президент, глава государства и как гражданин этой страны? Следующий год – год избирательных кампаний. У нас несколько избирательных кампаний. У нас выборы парламентские 24 февраля, у нас выборы местные на всех уровнях летом следующего года. И у нас выборы еще Башкана-Гагаузии в мае. И если в парламенте не будет парламентского большинства, есть вероятность, что у нас будут еще досрочные парламентские выборы. Конечно, когда в течение года три или четыре избирательные кампании, это очень непростой год, очень нестабильный. Эмоции будут зашкаливать и с одной стороны, и с другой. Поэтому ожидание и пожелание на следующий год, чтобы мы все-таки сделали все возможное, чтобы ситуацию не дестабилизировать. Что мы вот через все эти выборы прошли спокойно. Конечно, будет непросто, потому что будет много заявлений, деклараций, много грязи в этих избирательных кампаниях. К сожалению, политики так. Но мы должны это пройти мудро, мы должны пройти все эти выборы демократично и не доводить ситуацию до дестабилизации. Мы видим, что происходит в других странах. Поэтому я очень надеюсь, что будут делать все возможное в следующем году, в качестве президента страны, чтобы была определенная стабильность, несмотря на избирательные кампании следующего года. Ну и в завершение хотелось бы вас попросить поздравить наших телезрителей и зрителей нашей программы с наступающим Новым Годом. Дорогие сограждане, дорогие друзья, во-первых, очень рад, что у меня есть возможность вас поздравить с студией РТР Молдова. Я знаю, что вы смотрите этот канал, я тоже смотрю и участвую с удовольствием в передачах. Поэтому рад возможности с вами поздороваться и поздравить перед Новым Годом с наступлением нового 2019 года. Осталось еще несколько дней. Я знаю, что очень много работы сейчас в конце, хлопот на кухне. Кто-то еще в елку быстренько пошел купить и наряжаясь с детьми. Но я уверен, что все в конце года приходят с хорошим настроением, несмотря ни на что. Я хочу пожелать вам здоровья, здоровья вашим семьям, теплоты. Знаете, ничего лучшего, чем теплоты семейной нет. И чтобы следующий год для ваших семей, для Республики Молдова был лучшим. А мы сделаем все возможное, чтобы это получилось. С праздником! Спасибо вам большое! Ну и чтобы закрепить предновогоднее настроение, в завершении покажем вам топ 10 самых красивых елок в Молдове, который накануне был опубликован в интернете. Авторы подборки выделили елки в Кишине, Архее, Геловень, Неспарении и еще нескольких городах и селах страны. Их вовсе обсуждают пользователи соцсетей. Субтитры сделал DimaTorzok Такими были итоги уходящего года. Были рады провести его вместе с вами, хоть и по разную сторону экранов. К сожалению, время нашей последней в этом году передачи подошло к концу. С вами его провела Олеся Кайряк. От лица всего коллектива программы «Вести недели» я желаю вам по-настоящему весело и интересно встретить Новый год. Пусть он принесет вам и вашим близким удачу. Пусть все вокруг вас будут здоровы, счастливы и благополучны. Любви вам, оптимизма и исполнения желания. На этом позвольте попрощаться с вами до конца зимних каникул. Ждем вас у телекрана во второй половине января. И будем с нетерпением ждать новых встреч с вами, дорогие наши телезрители. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова